Пятый заезд двухлетней лошади. Интересная записка. Лучший рекорд имеет Флокса Якубов. 2.17.6. В прошлый раз лошадь была разыграна фаворитом и вообще не ехала, то есть совсем. Там выиграл Кондратюк, а на второе место пропустили Дмитриеву, и Якубов проиграл ей там корпус, по-моему, приехав на 10 секунд хуже своего рекорда. Как такое возможно, мне сложно сказать, почему это то ли лошадь совсем не в порядке, то ли Якубов для чего-то ее берег. Но со своими двумя 17-ю в данном заезде Флокса все равно фаворит. Также хорошая резвость у Кораллии Гришин, которая приехала в 2.20 на девятом месте. Это там, где выиграла Лора Фейл. Наверное, может сбросить еще. Тоже явный претендент на победу. Также участвует Панда Че Бурулев, которая бегала уже в 2.24. Но последний месяц не выступала. Даже не месяц, а два месяца. Два месяца не выступала. Середина июля. Но Бурулев в последнее время едет на всем. Соответственно, тоже можно его рассматривать как претендента. Если не на первое, то на второе место. Но надо смотреть, конечно, проминку. В общем, первые два фаворита. Это Кораллия и Флокса. И третья лошадь. Панда Че. Шестой заезд. Орловцы трех лет. Записано 7 лошадей. Вот первые три лошади имеют явно худшее время. А дальше четвертый номер. Желанный финиш. Матвеев. Хорошая резвость. Но как-то вот ни побед, ни вторых мест в последнее время у этой лошади нет. Явно Матвеев ее бережет. Перламутр. Те же 2.11. Тоже ни побед, ни призовых мест нет. Но наездник, конечно, похуже. Реванш Шаховцов. У него те же 2.11. Ну, из этой четверки, пожалуй, он здесь на победу имеет наименьшие шансы. Ну, просто потому, что это Шаховцов. Ну, вот в тройку его играть, по-моему, надо. И, наконец, Капрал. 2.9 в Раменском. Победа. В Москве 2.11 бегал, тоже побеждал. Пожалуй, смотрится, вот, по записке он здесь лучше всех. Вот, пожалуй, первый фаворит здесь Капрал. И вторая лошадь, это желанный финиш. Но тут все зависит от Матвеева. Захочет выиграть? Я думаю, что выиграет. А не захочет, имеет право приехать свои там 2.11, 2.13. И никто его за это не осудит. Седьмой заезд. Трехлетки. Ну, здесь фаворитом можно считать 9 номер Свободная. Мастер-наездник Кашковская. Имеет 2.4. В общем, лошадь в порядке. Кашковская в прошлое воскресенье вспомнила, что она тоже умеет выигрывать. Наверное, она здесь фаворит. Эдгар Ишутин. 21-е выступление. Без побед. Ну, кто еще? Доцент. Лавренюк. 14-е выступление. Без побед. Остальные все имеют рекорды хуже. Можно еще обратить внимание на Дмитриеву, который все-таки 2.8 имеет. И последнее время едет вперед. Но все-таки это лошадь не на первое место. Восьмой заезд. Орловцы. Четырех лет и старшего возраста. Шесть лошадей. Явный фаворит. Пилигрим Бурулев. В прошлое воскресенье уверенно победил. Примерно в той же компании. На третьем месте в том заезде был Оникс. На котором ехал Лепатников. Сейчас сидит Никагосян. А остальные по-моему в этом заезде не могут претендовать на победу никак. Девятый заезд. Лошади старшего возраста. Действительно классные и сильные лошади с хорошими рекордами. Их шесть. Сразу заметим, что Варыгин впервые записан как наездник первой категории. Будем надеяться, что это не опечатка. Поздравляем товарища Варыгина. Бридштаун здесь один из фаворитов. Я бы сказал один из трех фаворитов. У него неплохая резвость. Неплохой послужной список последние там два-три месяца. Но кроме него еще есть Элегант Фейер. Лошадь приехавшая в одну 59,9 на третьем месте. Там, где Диаболикал установил свой рекорд. А также Пьюз Пайзон Коломеец, которая заняла четвертое место в Кобыль-Импризе на 2400 метров. Там очень хорошо подавала концом. В общем, Кобыла в порядке сейчас. Кобыла сейчас в порядке. Вот эти три лошади. А кого-то из них выделить я, пожалуй, не могу. интересный десятый заезд. Орловцы двух лет. Более-менее ровный. И под девятым номером участвует Готик, который выиграл в двух своих последних выступлениях. очень легко оторваны. Но надо сказать, что соперники у него были слабее, чем те, которые записаны сейчас. Но прежде всего это восьмой номер Орхидея, которая в прошлый раз выиграла в Раменском имеет очень неплохой рекорд. И гильза тут Готаров. Гильза в прошлый раз проиграла только мушкетеру. Вот, пожалуй, эти три лошади главные здесь претенденты на победу. Но у Орхидеи и Готика шансов побольше. Шансов все-таки побольше. Также еще есть кедровка Гаськов. Но эта лошадь, по-моему, только в тройку ее можно играть. Да, первые два фаворита это Орхидея и Готик и третья лошадь Гильза. Остальные слабее. Одиннадцатый заезд четырехлетней лошади. Записано семь лошадей. Фаворитом смотрится Дионисиус Нурир. Кубко американская лошадь. Но в прошлый раз выступила как-то невнятно там выиграл Грант а за второе место вот боролись Пупко и Танишина и Танишина там выиграла на слабой лошади полголовы что ли. Какое-то непонятное выступление Владимира Пупко было. Но думаю что лошадь все-таки сильная и сейчас она в порядке. Вот. И хорошую резвость имеют также Онега Петров и Фэйшен Дробышевская. Обе кобылы бежали в кобылем в кобылем дерби там Фэйшен была впереди но ехал на ней Есин В прошлый раз кстати в дорогом призе на 2 400 эта лошадь попала в аварию и вот Есин получил травму теперь ездит Дробышевская Ну пожалуй совершенно все-таки на первое место с учетом этой травмы с учетом пересадки наверное я не считаю А Онега да Онега может побороться за первое место с Дионисиусом Нуриром вот эти два фаворита Онега и Дионисиус Нурир остальные слабее 12-й заезд последний Орловцы двух лет без выигрыша Заезд надо сказать тяжелый Здесь есть Прима Каськов 2.24 но неправильным ходом и два месяца назад Что это за неправильный ход Почему лошадь два месяца не выступала Мы этого знать конечно не можем А кроме того здесь выделяются еще две лошади это пятый номер фактура 2.35 и шестой номер белизна 2.33 Вот видимо эти три кобылы и будут здесь бороться за первое место и это